привет сейчас я вам покажу как я себе готовлю лапшу вот вот этот вот такой станок сейчас может быть вам покажу вот так вот такой вот он в нем раз-два-три пары валиков вот это катает тесто вот это режет крупную широкую лапшу это тоненькую лапшу ну вот теперь я на место поставил телефон и ручка передвигается от одного другдома и третий парень вот давайте вот здесь за счет этого я могу шире и хуже делать пространство вот я беру тесто например да и начну первая сторона меня видите как это я пока еще тяжелая как бы если тем более если ты плохо тесто промесил можно вот таким образом его до конца довести теперь я чуть-чуть уменьшаю промежуток еще теперь тесто видите вот потоньше получилось что-то у меня в этот раз тесто не сильно тесто получилось потому что я просто типа пастой сделала так теперь уже я ставлю потоньше уже до такой толщины чтобы уже резать вообще вот если вот можно даже пельмени готовить я вот всегда с заканчиком делаю эти кругляшки но я сегодня говорю мужу пельмени сделать или пасту я сама честно говоря хотела пельмени вот я недавно же лапшу ела поэтому вот такая получилась сейчас я еще раз промучу чтобы она у меня нарезалась беспроблемно а то когда тесто это не промоченное оно не режется как бы плохо вот я передвинула на широкую лапшу сейчас будем широкую нарезать вот пошла я кручу а вот уже снизу пошла широкая вы уже там видите идет широкая лапша вот пожалуйста накрутила я вот такую это вот наверное для пасты а вот это я сейчас накручу миленькую лапшу я в основном вот этой кольце я больше ем мелкую лапшу видите какая лапша получилась вот такой у меня станок такая штука хорошая вот теперь хочу показать сегодня я приготовила вот уже сварила лапшичку так вот сделала для вот это вот как сказать видно или не видно я тебе отвернула телефон это вот я сделала подливку для этой лапшички из фарша фарш там лук честно все это вот я такую сделала морковку я не вижу а вот видно морковку морковча как говорится вот она по идее натуральная морковча должна быть такой потому что знаете вот я смотрю в роликах даже вижу люди едят морковка но такая топорчистая такая вот не такая вот настоящая как мы для дома делаем вот такая морковка вкусная вот не с ней вкус масло переезжаю на все а там морковка на продажу делается я раньше вот этими салатами торговала и мы тоже вот морковка что-то порчилась я была и всегда делали ее на крупной терке да ну она там конечно вкусная там да вкус вкус добивается уксусом и сахаром ну и редко там сахар иногда сахар заменитель используют китайский но это я как бы это не к слову но самая настоящая вкусная морковка вот так можно выглядеть если вот по домашнему сделаешь потому что тут и масло перекалишь и это добавишь по очереди не так все в кучу и в итоге вот потом мешаешь и получается морковка вкусная все пока